ну что по сравнению с ладой по сравнению с ладой которая мы с тобой катали перед этим этот более дружественный к человеку автомобиль и я даже меньше устал на думаю на грамм грамм 300 фото меньше но надо еще поверить в автомобиль что он там ну что он с тобой надо снимать общий язык это надо вот с игром обязательно тренироваться так просто сел и нажал внутри 8 до сотни ребята ни в коем случае тренируйтесь но для того чтобы выехать на трассу конечно же нужно тренироваться лучше всего хорошего тренера михаил горбачёв сегодня приехал ко мне на автомобиле логан и по стечению обстоятельств это машина которая когда-то стартовала у нас в гонке звезд помните да были задуженные логаны обычные с обычными моторами коробками передач и потом пошло пошло теперь эта машина для я так понимаю ралли и ралли кросс миша что ты мне посоветуешь для того чтобы перенести вот эти вот способности которые дает автомобиль обычный классический переднеприводный ну наверное не очень быстро с игром что ты мне посоветуешь на трассе на легковом на трассе идти по идеальным траекториям особенно сильно не спешить и главное что может быть на трассе непредвиденная ситуация например нажимаем тормоза их нет почему их нет пропасть тормоза в современном автомобиле не могут может только увеличится ход тормозной педали бывает от проезда по поребрикам но это бордюры рифленые поэтому их можно называть поребриками от мелкой тряски расходятся тормозные цилиндры и в первый момент нажатия на тормоз такое впечатление тормозов нету а так как на трассе делается в последний момент до времени для того чтобы качать педали естественно нет что надо делать если поворот левый резкий поворот руля направо и резкий налево чтоб машина начала вращаться машина когда вращается она очень быстро погасит скорость и это единственный выход правильный когда пропали тормоза это об этом не надо забывать скорости переключать конечно очень плавно все дела плавно тормозить вообще сейчас тормозят с ударом сейчас на гоночных трассах по современной методике гоночного вождения тормоз тормоз это удар ногой по тормозу конечно с этого не надо начинать сначала нормальное Плавное торможение, правильная траектория Плавное прибавление газа при выходе из поворота И главное почувствовать, как держат отечественные шины Мастер Спорт Это полуслик И на нем машина, конечно, очень хорошо управляется Хорошо тормозит, хорошо себя чувствует в повороте Вот это надо все понять И вспомнить о том, как мы здесь занимались раньше Это не первое занятие И все будет отлично Успехов! В чем же мы едем? Ты нам расскажи поподробнее Я так понял, что мы взяли с тобой на прокат этот автомобиль И еще до конца его не изучили Просто история его угрожает на уважение и уверенность Да, это автомобиль для кросса Для ралли-кросса Здесь, естественно, блокировка переднего дифференциала Но здесь он и только передний есть И понятно Ну, каркас безопасности, естественно Здесь нет ни одного грамма звукоизоляции Поэтому ехать на нем громко Слышно просто, как шумит асфальт Малейший камешек, который попадает под нищу Это как будто удар кирпича огромный К этому надо привыкать Но в шлеме это никак чувствуется И поэтому на этом автомобиле скорость нужно умножать, делить на два То есть, когда он едет 100 км в час Ощущение, что вы едете 200 Ну, из-за того, что он очень шумный Из-за того, что он очень жесткий, конечно Но удовольствие, удовольствие, конечно, получите большое Потому что, во-первых, не только подышите гоночным воздухом на гоночной трассе Для этого мы и приезжаем Ну, и поймете, как еще Что двигается в настоящей машине Это есть Ну, во-первых, здесь, во-первых, здесь вот так работает мотор Это тоже не тихо Да, ну, смотри У меня сейчас Вот эта машина Ziga 001 Она у меня вызывает Двойственные чувства Я не могу понять Будущее за этими автомобилями Или мы все-таки вернемся Я думаю, что вернемся Но это надо еще перепроверить Ну, вот смотри Действительно, китайцы, что ты думаешь? Китайцы, вот и в спорт, они же приходят сейчас И, так сказать, гражданских автомобилей много делают интересных А у тебя Мерседес, да? Да И ты верен Мерседесу Да, я останусь Да? Да Лучше старый Мерседес, чем новый китайец Ну, давай на этом закончим Мы этих китайцев на трассе пока здесь не видим Пока не видим А вот первый Ziga сидит Да, проверим Я его хочу на трассу выкатить Вместе с рестайлингом Да, проверим Сколько он проедет Да, проверим Сотни, как он будет, повороты Да, да, да Ну, ты теоретически что думаешь? Перевернется он или нет? Нет, конечно, нормально Все проедет Здесь главное понять, какая у него обратная связь Что водитель чувствует на руле Если обратная связь хорошая Можно быстро и безопасно ехать Если она неважная То лучше быстро не ездить Вот и все Рвет очень прилично Это точно Ну, это все знают 3,8 на сотне Да, а в поворотах будем смотреть Ну, в поворотах он кренится, конечно А как иначе? Да, ну ты так рванул с самого начала Что я думал, ты на трассу будешь А как тормоза? Тормоза хорошие Ну, в поворотах явно вот видно, что он кренится Ну, ничего страшного Может быть будет и неплохо Да Мы рассмотрим Спасибо, дорогой В вами был Авто МПС Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Любите автомобили Независимо от марки, качества и направления Все они прекрасны Все они хороши Если вы отличный водитель А до этого надо хорошо тренироваться, парни Удачного дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok